Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. 54 детские площадки и 26 новых автобусов, о чем говорили на заседании правительства. Нарушители условий. Какое наказание грозит рецидивистам? О новом 100-летнем музее. Как изменился художественный музей имени Ивана Пожаластина? Озвучено 5 новых национальных проектов. Обязательно нужно обеспечить участие в них региона. Нацпроект «Семья» повысит качество жизни семей и поддержит рождаемость. По нацпроекту «Экономика данных» появятся цифровые платформы, включив их отраслях экономики. А также нацпроекты «Молодежь России», «Продолжительная активная жизнь» и «Кадры». Бюджет сейчас напряженный, поэтому нужно плотно взаимодействовать с федеральными ведомствами и использовать абсолютно все возможности. С послания президента глава региона Павел Малков и начал заседание регионального правительства. О том, какие вопросы на повестке дня, расскажем далее. В Рязани появится 54 новых детских площадки. Об этом на заседании правительства рассказал глава городадминистрации Виталий Артемов. «По местным инициативам установка 10 площадок. Сейчас собираем софинансированные, объявляем торги. По нацпроекту «Жилье и городская среда» три площадки. И предусмотрели в бюджете города Рязани 40 миллионов рублей. Это тоже 40 площадок по инициативе граждан во дворах по программе развития жилищно-коммунального хозяйства». Еще одна детская площадка появится в Нижнем городском парке. Ее важность подчеркнул и губернатор Павел Малков. Говорит, территория парка большая, детскую площадку там ожидают давно. Притом соответствующую этим самым высоким ожиданиям. Сам Нижний парк отдельный проект, потому в правительстве постараются выделить дополнительные средства на площадку, чтобы она была готова к открытию. Конечно, очень важно, чтобы те площадки, которые мы устанавливаем, не оставались бесхозными, либо управляющей компанией, либо администрацией. Но кто-то должен следить за их состоянием. Другой важный вопрос – заседание правительства «Транспорт». В регион поступило 26 новых автобусов. 20 из них дизельные, еще 6 – на газовом топливе. «На следующей неделе мы уже их запускаем на линию. По шестому маршруту мы добавляем 8 автобусов и по двадцатому маршруту 12. Также остальные 8 мы добавляем на седьмой маршрут взамен старых автобусов. Интервал по шестому маршруту мы планируем с 25-30 минут. Интервал ожиданий сократится до 18-20 и на 20 маршруту с 25 минут до 15 минут, 11-15 минут». Еще одно поручение губернатора было министерству ТК ЖКХ – закупить необходимую технику и распределить по муниципалитетам. «10 единиц техники коммунальной, соответственно, было по лимиту 50 миллионов распределено. То есть это Касимовский район, город Касимовский, Саскивский район, Сараевский, Пронский и Шацкий муниципальные районы. Соответственно, сейчас объявлен у нас еще один отбор на дополнительную сумму в 20 миллионов. Сейчас идет сбор заявок». Здесь тоже главное следить за техникой, говорит Павел Малков, чтобы закупалось именно необходимое. Другая тема – внезапное отключение электричества в Рязанском районе. Здесь тоже отчитались. Причина такого отключения – то, что почти 50 километров лэп идут по лесу. Сейчас идет активная замена проводов. «Спасский РЭСК уже заменил свои провода на СИП-кабель, на СИП-провод, который позволяет своевременно выявить причину. И по этой причине, по этой протяженности по «Спасским РЭСК» у нас уже практически нет отключений. Остается отключение только по Рязанскому РЭСК, там, где у нас проходит 28,7 километров. На сегодня 13 километров уже кабель-провод заменен. Осталось заменить, ну, оставшиеся порядка 15 километров. РЭСК с курсией, мероприятия у них разработаны на две части. В этом году первая часть. «Что мы можем ответить автору обращения? Когда прекратятся такие регулярные отключения в этих населенных пунктах? То есть, когда будут завершены работы?» Что касается замены именно провода на СИП, то есть, естественно, это повысит надежность, насколько это возможно. Вот, работа действительно, там, порядка даже 25 километров, там, запланировано на 25-й год. Вот, или нет, не 25-ти, по-моему, 19-ти по памяти. Вот, узел вот этот проблемный. То есть, очень много отключений было вот как раз в период непогоды в декабре, в январе месяце. Вот, и сейчас к нам поступило на согласование корректировка инвестиционной программы «Рязани Энерго» на 24-й год. Вот, и мы сейчас с коллегами из «Рязани Энерго» будем вести речь о том, чтобы объемы 24-го года также были увеличены. В завершении заседания правительства традиционная статистика по обращению соцсетей. В лидерах за прошлую неделю – жалобы по ЖКХ. Рязанцы в связи с похолоданием просили включить отопление. Помимо этого, жаловались на отключение электричества. В тройку лидеров традиционно вошли и дороги. Здесь просили убрать наносы. Замыкает топ-5 общественный транспорт. Дескать, автобусы новые поступили, а на маршрут их не вывели. Губернатор дал поручение каждое обращение отработать. Сбор гуманитарной помощи проходит регулярно. Зачастую грузы собирают по заявкам самих военнослужащих. Вот в социальном фонде сформировали новую гуманитарную посылку. Вот сейчас социальный фонд собрал средства. Сотрудники социального фонда собрали средства. И вот мы закупили прицел тепловизионный, который мы отправляем с удовольствием военнослужащим полка 10-44, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это по их запросу. Мы очень надеемся, что они и в ночное время смогут выполнять задачи. Важность посылки сложно преувеличить. Бойцы рассказывают, что зачастую цели поражают именно благодаря этому оборудованию. А пользоваться им можно как ночью, так и днем. Рядом аккумуляторы для этого самого прицела. Здесь же на столе детектор дронов. Он реагирует на приближающихся птичек и подает бойцам сигнал. Весь этот стол собрали сотрудники регионального отделения социального фонда и неравнодушные рязанцы. Все по заявкам бойцов, как контрактников, так и мобилизованных. А это пульт от квадрокоптера Mavic 3T. Юлия Чеснокова рассказала, что нашим бойцам удалось посадить вражескую птичку. Теперь это трофей широкоугольной камерой на 48 мегапикселей, зумом и тепловизором. А благодаря этому пульту квадрокоптером теперь можно будет управлять. И это только часть гуманитарной помощи. К нам присоединяются наши друзья, коллеги, родственники и друзья друзей. То есть у нас уже круг людей, которые жертвуют средства, на которые мы можем технические вещи закупать, шириться. Например, вот эти очки, дорогостоящая вещь. Это, например, собрали родители 4-го лицея. Очки эти вещь незаменимая, говорит Юлия. Принцип их работы прост. Когда их надевает боец, то он видит траекторию полета вражеского дрона. И можно уже от этого выстраивать свою тактику. Сумма только этого стала около 400 тысяч рублей. Помимо этого бойцам в зону СВО отправят порошковые огнетушители, маскировочные сети, сухой душ, гигиенические салфетки. В общем, самое необходимое. Мы, военнослужащие мотострелкового полка 1044 11-й отдельной десанто-штурмовой бригады, выражаем слова благодарности за сбор и отправку гуманитарной помощи. Это видео за прошлый месяц. Есть еще месяцем ранее и еще раньше. Гуманитарку бойцам отправляют регулярно. Собирают своими силами по запросам. Мечта Юлии Чеснокова отправить бойцам систему радиоэлектронной борьбы. Возможно, удастся уже совсем скоро. Общими силами. В следующем материале речь пойдет о преступниках, которых можно считать рецидивистами. В обоих случаях подсудимые, освобожденные по УДО, вновь приступили закон. Повторные санкции в таком случае по тем же статьям ужесточаются. Московский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении рязанца, обвиняемого в краже имущества с причинением значительного ущерба. Установлено, что в мае 2023 года, заведомо зная, что в одном из строительных сооружений находится бензиновая электростанция, ввиду отсутствия постоянного источника дохода, подсудимый решил похитить ее. Реализуя задуманное, он приехал на объект и погрузил в автомобиль электростанцию, скрывшись с похищенным. Данное преступление совершено подсудимо в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору суда за аналогичное преступление. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще один приговор Московского районного суда в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Установлено, что в декабре 2023 года подсудимый обнаружил в снегу на земле сверток, внутри которого находилось наркотическое средство, которое он забрал себе и стал незаконно хранить. В ходе проведенных правоохранительными органами оперативно-рассных мероприятий незаконная деятельность была пресечена, а запрещенные вещества изъяты. Данное преступление совершено подсудимым в период испытательного срока по предыдущему приговору за аналогичное преступление. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил. Несмотря на солидный возраст, 101 год, художественный музей имени Ивана Пожалостина находится в постоянном развитии. Скажем, на сайте музея появилась система автоматической продажи билетов. Закуплено мультимедийное оборудование и техника для оцифровки экспонатов. А также открылся новый экспозиционный зал с лучшими художественными образцами народного творчества. Раздел народного искусства в художественном музее – один из наиболее активно пополняющихся в собрании. Основа его заложилась еще в 60-е и 80-е годы прошлого века. Сотрудники не придерживались этнографического подхода. Подбирали наиболее выразительное в художественном отношении образцы. В итоге сформировалась уникальная по художественным достоинствам коллекция. Ее значительную часть составляют предметы крестьянского костюма – сложного ансамбля, вобравшего в себя разнообразные приемы декоративной отделки. В данном образце я плету кирпичики. Таким кружевом украшали девушки рубахи. В те же годы в музей поступали гончарные изделия разных уездов губернии. Потом стали пополнять произведения мастеров художественных промыслов. Скопинская керамика, Кадамский венис, Михайловское кружево стали визитной карточкой региона. Также обратите внимание на мой костюм. Это этнография. Костюм конца 19-го, начала 20-го века. Костюм замужней женщины. Вы можете посмотреть, здесь есть палеты. Такие рубахи носили только замужние женщины. Также атрибут замужней женщины – это панёва. Такая клетчатая юбка. Завеска очень красивая. Здесь вот ленточки вручную расписаны. И также Михайловское кружево. Украшения традиционные, их носили обязательно в комплекте. Это размётки, чёпки, ожерелок. И головной платок был обязательным украшением замужней женщины. Где можно было такого встретиться? Это костюм свадебный. Второй день свадьбы, чаще всего. В Рязанской области. Да, это село Секирина, Скопинский уезд. Неповторимая по составу и эстетическим качествам коллекция Рязанского художественного музея теперь будет открыта в новом экспозиционном решении. Помимо традиционного крестьянского костюма, представленного вариантами Сапожковского, Скопинского, Касимовского и Михайловского уездов, в витринах разместят бисерные пояса и нагрудные украшения, головные уборы и фрагменты кружева. Рядом с традиционными предметами будут соседствовать произведения прославленных мастеров-промысловиков. Выполняемое вручную из природных материалов, народное творчество хранит живую память о единстве природы и человека. Сегодня православный мир празднует Радоницу. Первые упоминания Радоницы в русской православной церкви относятся к XIV веку. Однако дата не относится к числу официальных церковных праздников и больше основывается на народных обычаях. Считается, что название Радоница происходит от слова «радость». Таким образом, смысл праздника заключается в том, чтобы донести до усопших радостную весть о воскресении Иисуса Христа, произошедшем на Пасху. Радоница не грустный праздник. Он напоминает верующим о том, что после упокоения, хоть и заканчивается земная жизнь, но начинается жизнь вечная. Радоница когда-то была весенним языческим праздником восточных славян, связанным с культом предков. После крещения Руси его стали отмечать на Фоминой Седмице на девятый день после Пасхи. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь. Поэтому день еще называют Пасхой для усопших. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников сразу после светлой пасхальной недели как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. И потому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших. Прежде всего, в День Радоницы рекомендуется посетить кладбище и прибраться на могилы. В народе существует традиция относить на могилы еду – хлеб, яйца, блины и лепешки. Но этот ритуал не является церковным, он сохранился еще с древних времен. Куда более важным является обращение к умершим. Душа усопших пребывает с Богом, поэтому день стоит провести в молитвах. И, конечно же, существуют народные приметы, связанные с праздником. Люди верили, что дождь на Радоницу сулит дождливый май. Теплый день – в этом году ожидайте хорошего урожая. Холодное утро и сухой день – лето будет засушливым. Багряный рассвет – будет ветер, возможен дождь. Верба зацвела к теплым дням – после полудня прошел дождь, лето будет солнечным и сухим. Пасмурно – урожай хороший, но только в следующем году. Перед рассветом сильно мерцают звезды, через три дня ждите дождь. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова